Я буду говорить в России, потому что я думаю, что мой коллег из армии и Россия в Германии думает, что все люди, которые говорят в России, будут в Украине. Поэтому я буду говорить в России, потому что я знаю русский, английский и украинский, и я очень рада. Итак, я хочу, во-первых, прокомментировать то, что вы сказали, в первую очередь. Вы знаете, я работаю на украинском телевидении очень достаточно давно, и я слежу за всеми событиями, которые происходят на российском телевидении. Такого вранья, такой откровенной лжи, такой откровенной чуши я не видел за всю свою жизнь, пусть я не так долго прожил. Не путайте, пожалуйста, вещи, которые я назвал, с тем, чем вы хотите заболтать. Вранье, пропаганда, это не другая точка зрения. Не путайте эти вещи. Это политика, это политика государства. Это политика Кремля. И в связи с этим я хочу задать вопрос, поскольку у меня есть такая возможность. Пока мы работаем здесь, в прошлом году, в этом году, в том числе мы общались лично с вами и по телефону, все дипломаты, все высшие чины, все представители России отказываются давать интервью лично нашему телеканалу 112 Украина. Хочу спросить, причем самое интересное, что господин Пушков, будучи две недели назад здесь, даже начал поправлять прическу перед тем, как давать интервью. Но как только он услышал, что это украинское телевидение, он позорно сбежал. Позорно от нас сбежал. И бегал по всему залу. И это есть видео, как мы за ним бежим. Господин Пушков, дайте, пожалуйста, нам комментарий. Ну, это же ваше альтернативное точка зрения. Дайте, расскажите. Мы не будем перекручивать. Мы хотим это показать в контексте нашего репортажа, российскую позицию донести. Поверьте, в Украине тоже ведь не все сладко, действительно не все хорошо. И правда, есть те элементы, которые вы называете фашистскими, националистическими, они есть, правда. Но поверьте, их больше в России, чем в Украине. Больше, гораздо больше. И не надо перекручивать. И не надо говорить чушь. И не надо говорить вранье. Вот что я хочу вам сказать. Спасибо огромное.